Здарова всем, с вами HillHertz, и вы просто не поверите, мне впервые в жизни что-то заслали. Говорю об этом сразу и честно, однако никакого ТЗ, кроме как распаковки на камеру, не было, так что говорить могу всё, что смогу выявить. К счастью, у меня уже есть небольшой опыт в плане звукозаписи, так что протестировать микрофон я смогу, однако это первый беспроводной микро, так что от этого даже будет интереснее. Давайте начнём с комплекта. Ну как только мы с вами открываем чехол, удобно то что сразу есть чехол, видим что нам предоставляется. Первым делом это передатчик, ну получается непосредственно с микрофоном. Выполнено из пластика достаточно неплохо, на микрофоне сразу ветрозащита. Микрофон конденсаторный, выполнен из металла, очень хороший, увесистый, качественный. Прищепка крокодильщик, железная, металлическая, держится ну прям намертво. Если нажать на ту лапку, то можно вытащить микрофон, либо как-то иначе его зафиксировать, если такая необходимость есть. Провод достаточно длинный. Теперь у нас ещё есть приёмник, тоже из пластика. У него есть вход microUSB и кнопка включения-выключения. Разъём у него джек трёхпиновый, это важно понимать. Вот как происходит сопряжение. Нажимаем кнопочки, индикаторы мигают синим, ищут друг друга и как только они полностью загораются, всё произошло сопряжение. Можно втыкать в устройство и пользоваться. У передатчика на обратной стороне есть кнопки громкости, но как я потом скажу, они работают сомнительно. Прищепка. Вся выполнена полностью из пластика, очень неплохая, очень хорошая. И само основание металлическое. То есть держится прям надёжно, чё сказать. Вот я показываю, что она из пластика, но внутри металлическая пластина. Поставить можно как вот таким образом, так и вверх ногами, в зависимости от потребностей. Держится всё весьма и весьма уверенно. Чтобы снять, зажимаем вот этот язычок и двигаем в сторону. Зарядный кабель. Он Type-A на 2 microUSB. Это очень удобно, потому что можно параллельно заряжать и передатчик и приёмник. Лично я заряжал от своего системного блока. Дальше все фотки предоставлю, покажу. Вот таким вот образом всё и происходит. Получается дополнительная ветрозащита и переходник для 6.3, по-моему, джека большого. Это можно впихивать в большую аппаратуру, если есть такая необходимость. Из крутого этот переходник на, скажем так, резьбе. То есть, коннект будет максимально качественный. Не знаю, кому это может пригодиться, но вот такая возможность есть. Дополнительно есть специальный переходник для подключения микрофона к ноутбуку. Это, получается, внешняя USB-звуковая карта. Можно не только микрофон, ещё и наушники подключить. Всё работает, потом покажу. Комплект реально очень жирный. Таким вот образом подключаем и втыкаем в любой USB-порт. Также есть специальный переходник с 3-х пин на 4 пина для телефона. Тоже можно как наушники, так и микрофон подключить. Сначала мы подключаем 3-х пиновый разъем. Вот видите, 4 пина. Как бы 4 вот этих сердечника. Микрофон в как бы микрофонный разъем и данный переходник в телефон. Дело всё в том, что телефоны не распознают 3-х пиновые разъемы. Ну и, в общем-то, можно пользоваться. Ну и также макулатура. На японском. Потом ещё у нас вот эта инструкция. Я офигел то, что всё цветочное, красочное. И ещё одна огромная инструкция. Ну, у меня, в принципе, и без инструкции получилось. Я, в общем-то, доволен. Заказать микро можно как с Алиэкспресса, так и с Амазона. Понятное дело, что все необходимые ссылки будут в описании. Лично мне пришёл за 5 дней. Полагаю, что был отправлен с российского склада. Теперь, когда мы закончили с обязательной распаковкой, позвольте мне говорить от моего сердца. Как только распаковал посылку, я сразу попробовал включить микрофон. Сопряжение произошло максимально быстро и просто. Это определённо хорошо, так как нет нужды заморачиваться, щёлкнул двумя переключателями, воткнул принимающее устройство в камеру и можно писать звук. То есть не нужно искать какие-то волны что-то там настраивать. Просто щёлкнул, подключил, работает. Минусы. Это довольно сильный фон. То есть это не микрофонный шум, как я понял, а именно при передаче сигнала по воздуху. Как я к этому пришёл, когда убираешь уровень микрофона в ноль, фон всё ещё остаётся. Но это вообще не проблема, так как на пост-обработке любым шумодавом это всё убирается. Примеры будут после. И ещё, кстати, на корпусе есть кнопки регулировки громкости. Но лично у меня не получалось как-то изменять громкость микрофона, возможно, они нужны для чего-то ещё, либо как-то работают, но очень незаметно. Плюс также вы должны понимать, что просто купить микрофон и подключить его в камеру телефона может не получиться. Как оказалось, некоторые предустановленные приложения камер не умеют писать звук с других источников, только с микрофона телефона. Как итог, потребуется ставить сторонние приложения камеры, или открывать диктофон в фоне. У меня на Realme 6 Pro в диктофоне петличка определяется автоматом, а вот в камере – никак. Но минимальное представление, что и как работает, позволит решить данную проблему. Как пример, я поставил приложение Gcam на телефон, где сразу же появилась возможность использовать внешний микрофон. Дополнительно, я бы хотел ещё сказать, что, наверное, из-за обилия сетей Wi-Fi вокруг, вокруг того места, где я тестировал, также иногда появлялся вот этот фоновый шум, даже не шум, а гул какой-то подозрительный. Ну, на демонстрации звука вы всё увидите и услышите. Также, пока мы говорим о телефонах, важно понимать, что сам микрофон имеет трёхпиновый коннектор, а для телефона необходим четырёхпиновый, но благо в комплекте всё предоставляется. К примеру, в некоторые камеры можно вставить сразу трёхпиновый коннектор, а в некоторые только четырёхпиновый. Здесь уже только методом проб и ошибок подбирать. Ну и также вы знаете, что я люблю OBS. Если у вас есть ноутбук, то вставив микро в него и запустив OBS с наложенным шумодавом, можно добиться просто потрясающего уровня звука почти сразу же. Насчёт времени зарядки. На сайте сообщается, что полный заряд аккумуляторов происходит за 6-8 часов. Лично у меня всё заряжалось около 5 часов от моего системного блока. Во время зарядки индикатор горит красным. Если что, то требования к зарядному адаптеру следующие. И также важно понимать, что адаптера в комплекте не идёт. Отсюда сразу вытекает плюс. Нет нужды пользоваться батарейками, в любом месте всегда можно быть достаточно мобильным, банально используя Powerbank. Но тут же и минус, через несколько лет аккумулятор может просесть и время его работы сократится. Насчёт автономности. Я в течение нескольких дней тестировал эту аппаратуру. Ну где-то 2-3 часа постоянной работы без проблем. Насчёт дальности сигнала. Производитель заявляет, что до 30 метров. Но я смотрел подобные обзоры и там ребята говорили, что аж до 70 метров при прямой видимости. Конкретно я оставлял приёмник в ноутбуке на втором этаже. Выходил в отбор и через несколько стен и примерно 10-15-20 метров сигнал был без прерываний. Но опять же шум от посторонних сектей Wi-Fi он присутствовал. Это я к тому, что если записываться на природе, проблем в теории не будет от слова совсем. Сейчас я предоставлю вам тесты звука как на телефон, так и на ноутбук. Примерно вот так уже пошла запись голоса. Какой сейчас сетап? Приёмник воткнут в микрофон, запущен диктофон. Я, получается, хожу по дому и пытаюсь разговаривать. Как бы закрепил на воротнике, вот открываю дверь и вы, скорее всего, всё слышите. Вот ухожу в другую комнату. В принципе, в принципе, сигнал звука более-менее адекватный. Ну, я думаю, вы можете судить сами. Опять же, хотелось бы отметить, что уровень шума достаточно велик, к сожалению. Это вот нездоровая фигня. Приём, приём. Вот сейчас мы, получается, воткнули приёмник в ноутбук. Сорян за виды, как бы. Он ужасный. Получается, приёмник, точнее, передатчик у меня лежит в кармане. Вот он таким образом лежит в кармане. Всякие штуки отражает. Вот, закреплён у меня на воротнике. И, ну, извините за внешний вид. И вот, получается, в OBS мы можем видеть уровень громкости. Я в режиме реального времени. Фокусировка когда-нибудь сработает, но не сегодня. Вот. Я, как бы, говорю слова, вы видите, как это всё происходит, как это движется. По фильтрам в OBS у нас с вами, получается, стоит что? У нас стоит только усиление на 12 дБ. Шумоподавление пока что не включал. Ну и давайте для максимальной наглядности. Вот этот тот самый микрофон. Мы зайдём в его свойства. И посмотрим на его особые. Получается, у нас стоит усиление и уровни. Вот такой примерно сетап. Вы видите, я говорю, эта штука ползунок двигается. Сейчас я отойду и продолжу разговаривать. Ну, сейчас я отошёл, получается, за стенку. Сейчас вообще зайду в другую комнату. Как бы я продолжаю с вами разговаривать. И вот я вернулся в свою рабочую комнату. Здесь у меня вот такая аркустика. Возможно, что-то изменилось. Но и также, возможно, здесь теперь вы можете слышать гудение моего компудахтера. Так что, как-то так. А сейчас давайте я вернусь и мы попробуем наложить шумодав. Заходим в фильтр ОБС. То же самое. Я говорю, вы всё видите прекрасно. И накладываем в режиме реального времени шумоподавление. Шумоподавление у нас стоит хорошее. То есть, давайте помолчим. Как вы можете заметить, я молчу и, в принципе, всё неплохо. И важно заметить то, что эта падла старая, вот этот ноутбук, шумит просто как адский сатана. Это тоже стоит иметь в виду. Ну и давайте я сейчас опять отойду в ту комнату и посмотрим, насколько всё изменилось. Снова я отошёл в свою комнату. И теперь шумоподавление у нас с вами работает. Посмотрим, лучше или хуже. Что можно сказать в итоге? Лично мне показалось, что из-за моей Wi-Fi сети были помехи. То есть, это не фоновый шум микрофона, а именно некое такое неприятное противное зудение. Если записываться на природе, этого, по идее, можно избежать. Также поймите, что это мой первый петличный микрофон и у меня нет полноценного опыта в том, как его правильно крепить на вороте. Лично мне показалось, что звук как будто немножко из бочки. Также мне очень понравилось, что этот микро конденсаторный, то есть обладает какой-никакой направленностью. Ну и чем всё это можно ещё подытожить? Если вам не критично важна мобильность и свобода движения, лучше взять любой проводной петличный микрофон. Тот же Boya M1 очень хорошо подойдёт. У него ещё 6-ти метровый кабель и стоимость около полутора тысяч рублей. Но если хочется большей свободы, то данная петличка, по-моему, хороший вариант. Но важно помнить, что шум всё-таки имеется. Ну и ещё я сразу добавлю, что у меня никогда не было какого-то очень дорогого, скажем так, радио или Wi-Fi записывающего устройства, с которым я мог бы сравнить. Но опять же, все тесты звука я вам предоставил, так что вы можете судить сами. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.